Адвокат, ассоциованный партнер адвокатского объединения Шеведрин и партнер Андрей Мазал. Если кому-то интересно, там достаточно подробно приводятся ссылки на решение Европейского суда, на решение Национальных судов. В Фейсбуке есть там ссылочка, если есть желание, можете забыть. Как мы все знаем, основой допустимости доказательств является их получение в определенном законном порядке. Подозрение обвинения не может строиться на доказательствах, полученных незаконным путем. Перед тем, как я готовился к этому выступлению, за несколько недель один из следователей района управления полиции Киева сделал мне просто замечательный подарок, нарушив все пункты статьи 87 при проведении определенных следственных действий. Я на них буду по порядку останавливаться. А сейчас предлагаю проанализировать каждый пункт этой статьи с учетом рабочей практики, с учетом изменений в законодательстве. Как пример, вернусь к этому вопросу, из собственной практики, следователь проводит обыск у лица, который не имеет профессионального статуса, даже сидеть. Проводит обыск на основании постановления о неотложном проведении обыска на основании статьи 233 Криминального процессуального кодекса Украины. То есть эта статья позволяет следователю зайти в нескольких случаях в помещение провести обыск. Это первый случай спасения жизни и здоровья людей, спасать нам точно никого не надо было. Второй случай это непосредственное преследование подозреваемого после совершения преступления. Человек в 7 утра дома спит, кроплетний ребенок, жена, преступления, соответственно, не совершала. Если совершал, то оснований у следователя нет никаких. После проведения обыска следователь, согласно закону, должен был сразу же обратиться к следственному суду с ходатайством о проведении обыска, получить, соответственно, либо позитивное, либо отрицательное решение, что следователь не сделал. Спустя несколько дней был подан запрос в суд с просьбой дать ответ, обращался ли данный следователь с ходатайством о проведении обыска, либо не обращался, на что суд, соответственно, сказал, что не обращался. Данный факт, а при ходе обыска были изъяты весомые доказательства, определенные документы для того, чтобы убедить это подозрение, это несколько лиц. То есть я считаю, что в этом плане мне повезло, при рассмотрении дела по сути эти доказательства будут признаны недопустимыми. Следующий случай, отраженный в практике национальных судов, Верховный суд Украины в своем постановлении от 16 марта 2017 года высказался по некоторым позициям таким образом. Лицо было осуждено по 307 основанием к осуждению, то есть в основу вины и подозрения, ледового проведения, результаты проведения оперативной закупки наркотических средств. Проводилась оперативная закупка у двух человек, назовем лицо А и лицо Б. То есть при изучении судом материалов уголовного производства было установлено, что закупка проводилась одновременно у лица А и у лица Б. Кроме этого, в материалах уголовного производства выяснилось, что оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица Б не проводилось. Также апелляционный суд разрешение на проведение негласных средств в отношении этого лица не давал. Таким образом, решение суда заключается в том, что в основу обвинения этого лица Б нельзя отнести оперативно-розыскные мероприятия, которые были проведены, а также негласные следственные действия. Следующим существенным нарушением прав и свобод человека является, согласно статье 87, это получение доказательств в результате пыток жестокого, нечеловеческого или такого, который унижает достоинство лица, поведение или угрозы применения таких мероприятий. Значит, недопустимыми доказательствами следует признавать не только те доказательства, которые получены при применении физического насилия со стороны работников правоохранительных органов, а и те, которые получены в результате высказывания намерения применения таких действий незаконных. Это может быть в открытой очевидной форме, может быть завуалированной. Здесь нужно доказывать, как субъективно воспринимало лицо эти вопросы. Я думаю, что применив творческий подход, можно, в принципе, в любой ситуации доказать, что лицо очень боялось оперативных работников, поэтому эти доказательства можно в перспективе признавать недопустимыми. По этому поводу есть достаточно большое количество решений европейского суда, вот на сайте это нужно будет потом рассмотреть. Следующее существенное нарушение, очевидно, недопустимой доказательств, это те доказательства, которые получены с нарушением права лица на защиту. Статья 42 Уголовного процессуального кодекса наделяет свидетеля, подозреваемого, любого участника криминального проведения определенными правами и обязанностями. К этим правам относится право иметь защитник. Статья 20 Уголовного процессуального кодекса возлагает на следователя, прокурора, следственного судью, суд, обязанность разъяснить подозреваемому, обвиняемому его право на квалифицированную правовую помощь. Проведение определенных процессуальных действий без участия защитника прямо запрещено законом. То есть статья 52 регламентирует случаи, в которых участие защитника является обязательным. Остановлюсь на некоторых из этих случаев. В уголовных производствах по особенно тяжким преступлениям. Какая основная ошибка следствия прокурора, что расследуя уголовное производство по тяжкому преступлению, где участие защитника не является обязательным. В ходе до судебного расследования следователь переквалифицирует на особо тяжкий. Соответственно, бывает такое, забывает предоставить защитникам. Поэтому на это тоже стоит обращать внимание, если вы вступаете в процесс уже либо в суде, либо на окончательной его стадии, то можно посмотреть, было ли перепвалификация. Вторым пунктом является то, что участие защитника обязательно. Это в уголовных производствах в отношении несовершеннолетних лиц. То есть в отношении лиц, которыми исполнено 18 лет. Из практики 100% говорю, что это поширенная практика у следователей. Не предоставлять в обязательном порядке адвоката лицу, которому на момент расследования уголовного производства исполнилось 18 лет, но на момент совершения он был еще несовершеннолетний. Следующий пункт – это обязательное участие защитников в уголовных производствах относительно лиц, которые вследствие своих психических либо физических недостатков не могут в полной мере реализовать свои права, в том числе и на защиту. В таких случаях я рекомендую использовать заключение специалистов-нарколога-психиатра с целью, чтобы установить, имело ли лицо на момент совершения преступления какие-то недостатки, которые психические или физические, которые не позволяют ему в полной мере реализовать свои права. Как правило, это по преступлениям, связанным с наркотиками, которые совершены в состоянии алкогольного опьянения. Позиция суда, в частности Верховного суда, постановление 15 июня 2017 года, говорит о том, что наличие таких диагнозов, как синдром зависимости от наркотических веществ, от психостимуляторов, от алкогольных напитков, требует обязательного проведения судебно-психиатрической экспертизы. На этом вопросе может акцентировать внимание адвоката, инициируя проведение данной экспертизы, с целью того, что установить, есть ли у клиента зависимость от наркотиков, либо от алкоголя. Следующий пункт, пункт 4, части 2, статьи 87, говорит о том, что существенным нарушением прав и свобод человека является получение показаний или пояснений от лица, которое не было уведомлено о своем праве отказаться от дачи показаний и не отвечать на вопросы или их получения с нарушением этого права. Защитнику необходимо подробно, конкретно проговаривать с подзащитным в порядок разъяснения ему его прав. Как правило, следователь достаточно формально относится к этой своей обязанности. То есть, зачитав просто название статьи и ее номер, соответственно, мы понимаем, что следователь не разъяснил достаточным образом человеку его права, чтобы они были ему понятны. Часто со стороны следователя при разъяснении прав о возможности не давать показания в отношении себя, следователь параллельно предупреждает лицо об уголовной ответственности, в частности свидетеля, по статье 385. При этом следователь выпускает положение статьи 18, что лицо имеет право не свидетельствовать не только против себя, а еще не говорить о тех обстоятельствах, которые в перспективе могут послужить подозрением в совершении преступления этого лица. Данная позиция тоже нашла свое отражение во многих решениях Европейского суда по правам человека. Кроме того, в постановлении Пленума Верховного суда Украины 1 ноября 1996 года номер 9 разъясняется судам о том, что в случае неразъяснения подозреваемому, обвиняемому его жене, близким родственникам, право предусмотрено статьей 63 Конституции Украины, также иных прав, которые позволяют свидетелю лицу отказаться от дачи показаний, соответственно, такое нарушение имеет своим последствием признание недопустимыми этих доказательств и невозможность их принятия к рассмотрению судов. Еще одним существенным нарушением прав на свободе человека является нарушение на перекрестный допрос. Как было сказано ранее коллегами, это немаловажное нарушение, которое следует использовать в стороне защиты как при признании доказательств недопустимыми, так и в силу формирования своей позиции, так и стратегии защиты. По этому поводу нам четко дает регламентацию, это пункт 2, части 3, ст. 6, Конвенция о защите прав человека и правоположных свобод, в котором говорится, что каждый обвиняемый в совершении криминального преступления как минимум имеет право допрашивать свидетелей, которые свидетельствуют против него, или право на то, чтобы эти свидетели были допрошены в суд. Яркий пример в практике Европейского суда это в деле Жуковский против Украины. Также другие решения суда. Кроме вышеуказанных нарушений прав и свобод человека, Криминальный процессуальный кодекс относит к таким же нарушениям доказательства, которые были получены с показаний свидетеля, который в дальнейшем был признан подозреваемым либо обвиняемым. Правовую позицию по этому вопросу сформирована Верховным судом на основании постановления от 9 июня 2016 года. Однако есть ссылочка о том, что в случае, если человека допрашивают сначала свидетелем, после чего подозреваемым, то на момент допроса его свидетелем и следователя уже должны быть четкие основания полагать, что лицо будет привлекаться в качестве подозреваемого. Если таких оснований на момент допроса у следователя нет, то это не будет являться нарушением. При подготовке этого выступления промониторил реестр судебных решений, вот нашел такое свежее, очень, на мой взгляд, интересное решение суда. Первая судебная палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины в определении от 2 мая 2018 года сделала вывод относительно следующих обстоятельств. Значит, судом установлено, что следователем было проведено такое следственное действие, как осмотр видеозаписи, на котором изображен факт кражи. Проведение этого следственного действия было с участием лица, которое впоследствии, после просмотра данной видеозаписи, узнало себя, как лицо, которое совершило эту кражу. После чего в этот же день следователем было вынесено подозрение и обвинитель Наги был на правильный суд. То решение суда эти доказательства в части именно этого протокола осмотра видеозаписи было признано недопустимо. Актуальным вопросом на сегодня, можно сказать, является еще признание недопустимыми доказательствами таких, которые были получены после начала уголовного производства путем реализации органами досудебного расследования или прокуратуры своих полномочий, которые не предусмотрены кодексом для обеспечения досудебного расследования уголовных производств. Возникает вопрос, какой статус имеют доказательства, которые были получены в ходе с учетом данной позиции уголовно-профессионального кодекса. Ответ на этот вопрос есть в письме высшего специализованного суда Украины, которое адресовано руководителю антикоррупционной прокуратуры Холодницкому. В данном письме конкретно определяется, что проведение досудебного расследования, проведение отдельных следственных действий, применение мер обеспечения уголовного производства органам компетенции, которым в соответствии с кодексом не отнесено эти действия, нарушает общие принципы уголовного производства. Кроме того, суд в указанном письме говорит о том, что все доказательства, полученные таким путем, следует признавать недопустимыми. Кроме этого, на практике возникает вопрос по поводу проведения досудебного расследования следователями прокуратуры. Согласно переходным положениям Конституции и законам Украины про прокуратуру, говорится о том, что функцию досудебного следствия прокурор теряет с момента принятия закона про ДПР, либо не позже 5 лет с момента принятия набрания чинности Криминального процесса на поле. И ответ прошел 21 ноября 2017 года. Не знаю, как в областях, но в Киеве точно уже следователи прокуратуры не проводят досудебное расследствие, переадресовывают заявления, которые были раньше им последствиями по умолвным преступлениям в службе безопасности Украины. И еще по поводу новелл законодательства и по поводу проведения обыска с обязательным участием адвоката. В статье 87 прописано на любой стадии адвокат должен быть допущен до проведения обыска. Возникает вопрос, каким, и кроме того доказывание факта нарушения права на защиту на допуск адвоката лежит на самом адвокате суде. Каким образом адвокат должен доказывать суду то, что его не допустили? Первое. Согласно 1036 стадии пункту 10 обязательно видеофиксация обыска. То есть мы можем говорить о том, что после проведения обыска просмотрев данную видеозапись данного обыска можем увидеть заявлял ли ходатайство о привлечении адвоката лицо, которое бы проводило обыск. Второй вопрос это у адвоката есть возможность инициировать следственные действия в том числе проведение допросов порядка 93, 220, 224 как бы так. То есть в мой взгляд необходимо допросить участников это следственное действие понятых специалистов, оперативных работников, которые принимали участие. Например, заявляло ли лицо о необходимости привлечения адвоката. В случае, если адвоката физически не пускают клиента для проведения обыска, это зачастую даже сейчас имеют место такие факты, то я предлагаю фиксировать во-первых это на свой телефон, видеокамеру, привлекать своих понятых свидетелей со стороны, обязательно вызывать наряд полиции по 102, прийти следственная оперативная группа зафиксирует этот факт. В дальнейшем это даст возможность переставать эти доказательства недопустимые. Вкратце все. Приятно пообщаться. Спасибо.